Волня с городом. Радио. Болтком. Известные политики, бизнесмены и деятели культуры отвечают на самые острые вопросы аудитории и дают комментарии на самые волнующие темы. Здравствуйте, я Абби Келкин, и я приглашаю вас на ток-шоу «Прямая речь». Слушайте по четвергам. 17 до 18 часов. Да, добрый день, уважаемые радиослушатели. Как мы уже анонсировали, эпидемиолог Никита Троянский у нас на прямой связи. И посредством Зума. Добрый день. Здравствуйте, Абби. Да, ну вот ходит сейчас такая шутка, что сейчас во время пандемии чуть ли не каждый стал эпидемиологом и вирусологом. Ну, единственное, все-таки мне не покидает такая надежда, что все-таки наука и образование победит. И все-таки те, кто имеет профильное образование, все-таки их мнение будет учитываться больше, чем мнение экономистов, пианистов и так далее, которые внезапно тоже стали специалистами в этих вопросах. Ну вот действительно, мы полтора года живем вот в такой ситуации. Еще, наверное, даже если бы Ива сказали в 2018 или в 2019 году, что вот будет такая ситуация, наверное, вы бы тоже не поверили. Вот ваши ощущения, есть ли свет в конце туннеля? Есть две теории. Я так понимаю, что и у науки тоже теория первая, что рано или поздно это все закончится, когда все переболеют-вакцинируются, или переболеют и вакцинируются. И есть вторая теория, что ничего это не закончится, но просто этот вирус станет как обычный такой сезонный вирус. Вот вы к какой версии склоняетесь? Вторую теорию как бы подкрепляет наше наблюдение из 1890-х годов, потому что тогда тоже была пандемия. Неизвестно, какого вируса тогда еще не было таких технологий, но, скорее всего, это был коронавирус, это называли пандемией русского гриппа, которая распространилась по Европе. И потом, видимо, этот коронавирус все-таки эволюционировал в более такую легкую форму и теперь является одним из сезональных коронавирусов, которыми многие из нас болеют. Каждая пятая простуда – это, на самом деле, этот сезональный коронавирус, который гораздо менее опасный, чем тот, который вызывает нынешнюю пандемию. Но на самом деле нету никаких поводов думать, что на нынешний вирус будут действовать те же эволюционные силы, и в итоге вирус станет менее летальным. Потому что повод, по которому некоторые вирусы, многие патогены становятся менее опасными – это тот факт, что если вирус или патоген вызывает слишком тяжелую болезнь, то тогда человек не успевает разнести его, и, собственно, вспышки не происходят. Но проблема с нынешним коронавирусом в том, что 60% всей трансмиссии, передачи вируса происходит, когда у человека еще нет симптомов. И поэтому с точки зрения выживания вируса в долгосрочной перспективе, вирус может очень хорошо распространяться, даже если он будет очень-очень смертельным. Потому что люди успеют разнести вирус до того, как человек умрет, скажем так. Значит ли это, что мы должны уповать в этой ситуации на два аспекта? Во-первых, на вакцины. И второе, что, может быть, рано или поздно, надеюсь, рано появятся какие-то лекарства, которые будут блокировать, я так простым языком стараюсь говорить, блокировать распространение вируса в организме. Можно провести параллели с томифлю, который достаточно эффективен при гриппе. Ну, достаточно эффективен, да. Уже в Америке дали такое временное, как это называется, подтверждение такому лекарству Remdesivir, который, очевидно, достаточно хорошо защищает от перетекания из средней тяжести болезни коронавируса в более тяжелую. То есть у нас появляются лекарства и от этой заразы, но, понятное дело, в данной ситуации уровень госпитализации, смертельности настолько высок, что не нужно уповать на лекарства, а нужно уповать на иммунитет. И поэтому, да, на самом деле иммунизация посредством переболевания или вакцинации является главной надеждой, хотя и тут есть, конечно, подводные камни, связанные с эволюцией новых штаммов, которые смогут обходить этот иммунитет. Я думаю, что появится еще больше штаммов, которые будут еще более инфекциозные, чем нынешняя Дельта. Значит ли это, что есть опасность, что и вакцины вообще перестанут действовать, даже от тяжелых форм? Да, ну, на самом деле наш иммунитет достаточно умно приспособился за последние миллионы лет к тому, что вирус эволюционирует. И поэтому, когда наш организм создает репертуар антитела, это называется репертуаром, против какого-то патогена, то в него входят очень разные антитела. И лишь некоторые из них справляются с нынешним штаммом, а некоторые наш иммунитет как бы кладет в такой сейф, на случай, в долгий ящик, на случай, если в будущем появится вот другой штамм, против которого эти антитела уже будут действенны. И поэтому это то, что мы видим. Например, нынешние вакцины почти так же хорошо защищают от Дельты, как и от Альфы и от Вуханского штамма. То есть мы видим, что иммунитет все-таки справляется пока что, но если появятся новые штаммы, то, возможно, появятся новые модификации вакцин, которые будут заточены под эти новые штаммы. Поскольку у вас есть опыт, я думаю, наши радиослушатели тоже обратили внимание не только вот в этой эпидемиологии, но и, я бы сказал, даже и в публицистике, и в пиаре, нет такого ощущения, что многие эпидемиологи, вирусологи, я бы сказал, эксперты в этой области, в самом начале, когда только вакцины появились, ну, они чуть-чуть перестарались, ну, и сыграли, если так можно сказать, на руку определенным кругам антиваксеров, потому что начали говорить, ну, вы знаете, ну, вакцина же вас защитит, вы не заболеете. Потом уже стало понятно, что вакцина эта не может защитить вообще от заражения, она может защитить от тяжелых случаев и летального исхода, и не нужно от нее ждать то, чего не может быть, да, все-таки это не вакцина от какой-то бактериальной инфекции, там, не знаю, от столбняка или от бешенства, да, и, может быть, здесь вот есть нюансы. Сейчас мы знаем, что, в принципе, вакцинированные могут и заражать других тоже людей. Может быть, меньше, в меньшем охвате, но могут. Да, если вы захотите, я потом могу рассказать об исследовании, которое показывает, насколько эффективна вакцина именно в уменьшении передачи инфекции. Отвечая на ваш вопрос, да, несомненно, я думаю, что было очень много ошибок в коммуникации о вакцине, и главное было, я думаю, не столько в том, что говорили, что вакцина защищает от госпитализации и смерти так часто, потому что, на самом деле, то, что мы видим, это вакцина, одна из лучших вакцин в истории вакцинологии с точки зрения того, насколько она хорошо защищает от тяжелых последствий ковида. И даже если этот эффект со временем уменьшается, он уменьшается минимально, и то, где мы видим, в каких социальных группах мы видим, то, что вакцинированные люди все равно попадают в больницы, это в основном люди очень старые, у которых очень много разных хронических заболеваний. Мы не видим здоровых 50-40-летних людей, которые после вакцины попадают в госпиталь, хотя, наверное, со временем и такое будет более частым явлением. А главной ошибкой, я думаю, в коммуникации, это был такой чрезмерный упор на какой-то, как это называется на русском, я внезапно забыл, полииммунитаты или... Это коллективный иммунитет, да, ну, коллективный, наверное. Коллективный иммунитет, потому что с самого начала у нас не было сильных поводов думать, что вакцины будут максимально, там, на 190% уменьшать вероятность заражения других людей. Поэтому это была такая просто мечта, которую легко было продать, легко было объяснить обществу. Но всем было понятно уже с января, что здесь мы не говорим о коллективном иммунитете. То есть это, как бы, это третья причина, почему происходит кампания по вакцинации по важности. Это далеко не первое, не главное. Конечно. Да, вот, наверное, еще один, но это не миф, но, возможно, разное толкование привело к такому недоверию к маскам. Да, вот, потому что мы знаем, что на определенном этапе наши должностные лица говорили, это было весной прошлого года, что нет, ну, маски там в отдельных странах носят, носят, ну, не обязательно. Потом вдруг сказали, что надо обязательно, потом, как мы знаем, менялись условия или требования, когда эти маски нужно одевать. Ну, вот, надевать. Вот сейчас мы видим другую ситуацию. Если кто-то заходит, я думаю, вы тоже обратили внимание, без маски, не потому что он там злостный нарушитель, он просто забыл, да, элементарно. На него смотрят, как на прокаженного. Раньше, наверное, так смотрели на гостей из Азии, когда они до пандемии к нам заходили в маски, все на них оглядывались, думали, что такое, почему, да. Вот как бы вот этот вы феномен объяснили, действительно ли маска, ну, уменьшает, я бы не в смысле 100% защищает, но уменьшает вот распространение инфекций. Это отличный вопрос. Я думаю, многим до сих пор непонятно, есть эффект или нет эффекта. И причина, почему в самом начале пандемии была такая, я знаю, разношерстность мнения от государства связана с тем, что мы на самом деле вначале очень плохо понимали, как передается коронавирус. Мы до сих пор до конца не знаем. Мы не знаем способ передачи даже гриппа. Это в основном капельный путь, воздушно-капельный путь или аэрозоль. А грипп – это, наверное, самая изученная вирусная инфекция. И о коронавирусе мы понимаем, что оба способа играют роль. Но мы понимаем, что важнее. В случае капельного путя маски очень эффективный аэрозольного путя тоже есть эффект, но не такой высокий. И исследования показывают, и на самом деле летом, и только этим летом были проведены самые главные исследования, что если мы поставим, скажем, двух манекенов, которые выдыхают аэрозоль друг напротив друга, то в случае, если на лице манекена надета, на лице манекена, который, скажем так, здоровый человек, неинфицированный, надета маска, и она правильно надета, то есть она закрывает лицо, то тогда где-то на 40% уменьшается вот эта передача вируса. А в случае, если манекен, который как бы зараженный, закрывает свое лицо маской, то тогда на 80%. И общий эффект от двух масок равен около 96%. То есть если оба человека имеют маски, то тогда количество вот этих вирусных частиц, которые попадают от зараженного к здоровому, всего лишь 4% от того, как было бы, если бы никто из них не носил маску. Но надо понимать, что эта эффективность показывает, здесь рассматривается только в контексте вот одного контакта. Но, понятное дело, в течение дня у нас десятки контактов, в течение месяца сотни и тысячи. И поэтому со временем этот эффект уменьшается. И в Бангладеше провели отличное исследование, где смотрели на деревню, в которой все носили маски, и на деревню, в которой не было вот этого масочного мандата, им не надо было носить маски. И увидели, что в долгосрочной перспективе первая деревня показала на, мне кажется, это до 11% меньше случаев. То есть в долгосрочной перспективе у масок тоже есть эффект, но, понятное дело, он размывается со временем. Но это значит, что если вы хотите себя защитить здесь и сейчас, то наденьте маску. Я думаю, что одно из первых ограничений, которые стоит принять правительству в ближайшее время, это вернуть масочный мандат и вакцинированным в том числе, потому что мы понимаем, что вакцинированные хоть и меньше передают вирус, но все равно передают. И ситуация слишком острая, чтобы не начать ограничивать вакцинированных людей. Да, но на самом деле, может быть, ты со мной не согласишь, что касается вакцинированных, фактически я только вижу, что вакцинированным не нужно носить маски, не знаю, в трудовых коллективах, если там уже все знают, кто вакцинирован, кто нет. Потому что, ну как, в магазин я тоже вакцинирован, захожу, естественно, я в маске. Как по-другому, не пустят. И на улице разве что не носят маски невакцинированные. И не вакцинированные, вакцинированные. На самом деле, в общественном транспорте вакцинированные тоже одевают маски. Поэтому я бы не сказал, что ситуация настолько драматична. Да-да, нет. Я имею в виду именно, я говорю о ситуациях, где вакцинированные в рабочем коллективе не носят маски. Я думаю, что... Но мы же понимаем, что они все равно могут друг друга сейчас перезаражать, когда вируса уже так много. И, соответственно, вакцинированные служат как такой резервуар размножения вируса. Сами симптомов не чувствуют, но медленно, помаленьку, они начинают его передавать уже невакцинированным своим невакцинированным друзьям, родственникам и так далее. И поэтому, вот мне не нравится, что вакцинированные сейчас множат вирус. Понятное дело, летом было обосновано не заставлять вакцинированных носить маски, потому что тогда и вируса было меньше. Я вам сейчас задаю вопрос не столько, он может быть эпидемиологический, сколько, я уже не знаю, у нас все сейчас перемешано, сколько такое политические. Но вот есть две концепции испокон века, не только относящиеся к вакцинам, к жизни, знаете, вот метод кнута и пряника. Ну вот до недавнего времени, да, я бы сказал, и все время правительство все-таки придерживается такой позиции, ну, не знаю, кнута, можно там спорить, это легкий кнут или не легкий кнут, тяжелый, но в принципе кнута. Вот говорят, вы не вакцинируетесь, мы вас туда не пустим, сейчас, может быть, не пустим в торговые центры, вы не сможете заняться шопингом, ну вот, может быть, стоит попробовать, не знаю, понимая, что человеческая натура, она как бы не любит, когда вот так вот ее уж слишком принуждает, у многих рождается чувство протеста. Может быть, все-таки надо попробовать каким-то образом пряником, я понимаю, что это стоит деньги, помните, был такой законопроект о лотереи, его сняли с повестки дня, потом ходили разговоры о том, что, может быть, как-то пенсионерам, не знаю, какие-то скидки на медицинские процедуры, какие-то доплаты, потом это тоже все с повестки дня убрали и сказали, ну, нет, мы только будем жестко наказывать, да, может быть, эта концепция не работает до конца? Ну, с одной стороны, вам скажут, что пряником являются все те ослабления, которые сейчас, которые наслаждаются вакцинированные, да, но я понимаю, о чем вы говорите, и я думаю, что здесь я бы надеялся на вот помощь предпринимателей, они бы могли предлагать этот пряник, условно, какой-нибудь сеть киосков могла предлагать один бесплатный кофе вакцинированным пенсионерам, или Лирская дума могла бы, я не знаю, еще добавить какие-то льготы на общественный транспорт вакцинированным людям, что такое, потому что мне кажется, что государство здесь исчерпало свой креативный ресурс. Да, наверное, в подтверждении того, что государство исчерпало креативный ресурс, еще вот такие заявления, я понимаю, что политикам тоже нелегко, я не хочу сейчас во всех бросать камни, быть таким совершенно популистическим, и говорить о том, что все там, не знаю, дураки, идиоты, мы самые умные, но иногда просто вот диву даешься, вот тот же премьер-министр вчера вдруг заявил, что вы все время там ждете, пока там ученые вам скажут, давай третью прививку, ну, ревакцинацию, ну, что там уже надо, уже вот в одной стране уже ввели, давайте мы тоже, не будем ждать, пока там ученые что-то скажут, ну, так мне кажется, что, правильно, надо определиться, если до сих пор премьер-министр говорил, что давайте будем все-таки прислушиваться к экспертам, почему сейчас не надо, только потому, что у нас завалялось на складе много вакцин? Я согласен в данном случае с премьером, потому что, ну, как бы никто не отменяет то, что к экспертам нужно прислушиваться, но эксперты не видят того, что называют big picture, полной картины. Да. Например, мы видим, что Латвия в апреле-майе была одной из, мне кажется, четырех стран Европейского Союза в абсолютном меньшинстве, где до сих пор режим Файзера, вот этот период между двумя дозами сохранялся в три недели, да, а большинство стран, абсолютное большинство, перешли на шесть недель, на восемь недель, Канада вообще на двадцать, мне кажется, или двенадцать недель перешло, двадцать. То есть, это было не совсем на данных основанное решение. У нас не было на тот момент хороших данных, что так стоит делать, но элементарные иммунологические принципы нам подсказывали, что на самом деле от этого будет лучше, потому что так мы увеличим количество первых доз, и, скорее всего, защита будет даже лучше, потому что мы знаем, как работает примерно вот это создание иммунитета первые недели, мы знаем, что увеличив период, ты повышаешь количество вот этих разных антител, но вот наше государство решило в тот момент послушаться ученых, и, может, сделало правильно, потому что мы сейчас видим, если бы увеличили этот период, то в один момент у нас бы все равно спрос так сильно упал, что у нас бы опять стояли вакцины без дела, но принцип остается принципом, можно было там нарушать, скажем так, не слушаться ученых, я считаю, и в данной ситуации то же самое, я думаю, что с бустерами не надо ждать решения Европейского агентства лекарств, нам достаточно опыта Израиля, мы слышим, что делает Великобритания и США, мы уже видим данные из Израиля и скоро увидим из США, я думаю, что бустеры можно предлагать уже людям в возрасте 60 лет, но опять же, я не люблю этот фокус на бустеры, то есть бустеры это третья доза, для тех, кто не знает, мне не нравится этот фокус на бустеры, потому что количество людей, которые эта третья доза спасет от госпитализации, очень маленький по сравнению с тем количеством, которых бы спасла первая доза, то есть людей, которые еще не получили свою первую дозу. Ну вот, может быть, чуть-чуть, если вы можете объяснить, или мы попытаемся сейчас объяснить, но вот тот, кто полностью привит, будем говорить сейчас о более массовой вакцине Pfizer и Moderna, да, вот две прививки создают определенный иммунитет, вырабатываются антитела, фактически организм познакомился с этим вирусом, да, при помощи этой вакцины, если примитивно говорить, ему шип этот показали, он познакомился, и тогда возникает вопрос, нужно ли будет со временем всем делать эту вот буксерную прививку, третью, или, в принципе, только вот группы риска, как вы говорите, 60 и 65+, хронические больные с ослабленным иммунитетом и так далее? Я думаю, что тут будет очень такой, нужен гранулярный, филигранный подход, я думаю, например, людям в возрасте до 25-30 лет, может быть, бустеры не нужно будет делать, если не появятся новые варианты, потому что мы понимаем, что иммунитет, который получили от первых двух вакцин, все-таки может быть достаточно хорошим, чтобы охранять на все века, потому что все равно уровень госпитализации в этой возрастной группе очень невелик. В свою очередь, то, что мы видим в Израиле, те люди, которые в возрасте старше 60 лет, а также хронические больные, получившие уже свою третью дозу, в 10 раз более защищены от инфекции, не, в 11 от инфекции, в 10 раз более защищены от госпитализации, чем те люди, которые получили лишь две вакцины. То есть, казалось бы, большая разница. Но, с другой стороны, мы понимаем, что все равно, если смотреть на проценты, то это получается сначала после вакцинации у 60-летнего человека на 90% ниже вероятность попасть в больницу, чем если бы он не был вакцинирован, а через 5 месяцев эта вероятность где-то на 77% ниже. То есть вакцина до сих пор отлично делает свою работу. В свою очередь, у человека, который не получил вакцины, на эту вероятность 0%. И, соответственно, дав первую вакцину, мы опять защитим этого человека опять на где-то 70%. Это защита после первой дозы. То есть огромный скачок в защите. Поэтому надо делать фокус на это. Если мы рассмотрим, а, к сожалению, мы должны сделать такой черный сценарий, это продолжение роста госпитализированных, это мы видим, что сейчас это все и развивается. Может ли сложиться такая ситуация, когда, не дай бог, конечно, будет нечто подобное, что было в пик пандемии, мы все помним, в Италии, в Соединенных Штатах, в отдельных городах, где просто больницы не справлялись с потоком пациентов. Я боюсь, что в регионах может произойти и такая ситуация, где просто коек в больнице не хватает, а ехать до ближайшей больницы с коеками слишком долго, и может возникнуть такая ситуация, где люди лежат на улицах, я не знаю. Но я понимаю, что мы идем по траектории, где количество госпитализированных в ноябре и декабре будет выше, чем то количество, которое мы видели в самый худший момент пандемии. Даже несмотря, что самое обидное на наличие вакцины, потому что, как мы помним, в ноябре и декабре прошлого года вакцин не было. Да, да, конечно, но, понимаете, то есть у нас, казалось бы, в два раза уменьшилось количество людей, которые уязвимы к вирусу полностью, то есть те, которые не имеют иммунитета, то есть 50% не имеют иммунитета. Но, с другой стороны, вирус стал более инфекциозным в 34 раза, то есть вирус как бы компенсирует этот эффект, и тем более вирус госпитализирует в два раза чаще, если нынешний дельта-вариант, чем альфа-вариант, штамм, я пользуюсь латышским, видимо, термином. И, соответственно, то, что есть вакцина в данной ситуации, не спасает от мрачного будущего. Да. Вот еще один вопрос, который часто задают люди, те, кто переболел, а у нас их немало, я так на скидку скажу, наверное, на 150-160 тысяч только официальных переболевших, вот мы знаем, что если проходит 180 дней, ну, то есть уже сертификат перестает действовать, если в этот срок 180 дней человек укладывается, ему достаточно одной прививки, ну, того же Пфайзера, к примеру, а сейчас действуют такие правила Кабинета Министров, что если те, кто решил привиться на 190 дней или через 200 дней, ему говорят, нет-нет-нет, вы теперь должны пройти полный курс. Насколько это вообще научно обосновано? Ну, какая разница, 8 дней или 190? Ну, я могу сказать, на тот момент, когда решение было принято, это было научно обосновано, и подобным решением прибегли многие другие страны Евросоюза, с сертификатами. Да. Но, я это еще публично не говорил, но появилась в последние недели статья, которая анализирует, мне кажется, то, насколько натуральный иммунитет защищает вот переболевших в США, и мы видим, что по самым последним данным в исследовании, в котором участвуют несколько миллионов человек, натуральный иммунитет все-таки защищает дольше и лучше, чем иммунитет, который гарантирован вакциной. Поэтому, возможно, стоит пересмотреть и либо продлить этот срок в 6 месяцев, либо отменить его, но при этом, конечно, это же исследование показывает, что в случае, если человек переболел и потом в какой-то момент получил первую дозу, то тогда человек почти вообще неуязвим. То есть, все равно, если вы переболели, то стоит получить вакцину, потому что тогда риск повторной инфекции, которые часто характеризуются еще более большими осложнениями, а очень низкие. А насколько вообще, вот тоже вопрос люди достаточно часто задают, насколько вот этот показатель антител, ну, стоит принимать во внимание, может, ну, мы знаем, что есть у нас их довольно немало, наверное, бессимптомники, так называемые, или были небольшие какие-то симптомы, и человек не сделал как-то тест, потом, через какое-то время, перед тем, как решить вакцинироваться, он сделал тест, и оказалось, что у него довольно много антител. Или, поскольку есть еще клеточный иммунитет, мы не можем полагаться только на результаты вот исследований. Да, я бы сказал, что на вот эти тесты антител вообще не следует полагаться по нескольким причинам. Но сначала скажу такую вещь. Есть какой-то распространенный миф, непонятно откуда, что если у вас есть антитела, то вам не стоит прививаться, потому что прививка как-то негативно взаимодействует с антителами, и вам может стать плохо. Это все неправда. Нет никаких поводов так думать. И не будет. Но, значит, почему на антитела не стоит полагаться? Во-первых, тесты не стандартизированы. Есть много разных тестов. Во-первых, те, которые проверяют антитела после прививки, после болезни, которые проверяют количество нейтрализующих и специфических антител, то есть это разные два типа антител. И мы не можем сравнивать результат одного теста и другого. Нет стандарта. Это раз. Во-вторых, мы не знаем, какое должно быть количество антител, сколько там, 200 или 400 этих единиц в миллилитре, чтобы человек считался защищенным. В-третьих, мы понимаем, что на самом деле антитела далеко не единственный способ, как люди защищаются от инфекции и болезни. Потому что мы знаем, что в случае с Джонсон-Джонсон количество антител на самом деле очень маленькое. По некоторым исследованиям я видел, что там у Файзера было сразу после бустера, нет, сразу после прививки 3000 единиц, у Джонсон-Джонсона 50. Но при этом эффективность примерно одинаковая. Одинаковая, да. Соответственно, вообще не стоит на это полагаться. И даже было классное исследование, где изучали, как коронавирусом болеют дети, у которых вообще нет адаптивной иммунной системы, то есть нету B и T клеток. Это очень такая страшная иммуносупрессивная болезнь, и они отлично справляются с коронавирусом, потому что у них есть то, что называется врождённая иммунная система, которая действует другими механизмами. Поэтому антитела это, опять же, неправильный фокус. Да. Вот я понимаю, что сейчас-то ничего не поменяет, но вот по-прежнему продолжается спекуляция, и, кстати, в научных кругах тоже, не только в разведках, о том, это природный вирус или это искусственный вирус. Я понимаю, что теперь, когда он гуляет по планете и мутирует, это же мало что изменит, но вот есть у вас какое-то личное мнение? Абик, вы продолжаете задавать хороший вопрос, это мой любимый вопрос. О, я не знал, да. Потому что на него у меня есть интересный ответ. Я в 2018 году, когда писал свою диссертацию, которая называлась, собственно, «Как подготовиться к следующей пандемии?», я написал, что, скорее всего, следующую пандемию вызовет какой-то коронавирус, то есть вирус из этого филогенетического рода, да. Потому что, и к чему я это говорю, то есть уже на тот момент в научном сообществе было известно, что коронавирус это большая угроза и фактор риска для следующей пандемии. Почему? Было проведено много классных исследований, где ученые, на самом деле, ходили под пещерами, вот эти палочки, которые мы сейчас суём нам в нос при тесте, палочками тестировали летучих мышей, черепах, гепардов. И они, протестировав всего 40 тысяч животных, нашли 800 разных новых вирусов, многие из которых коронавирус. И потом по генетическому коду этих вирусов было понятно, что они достаточно похожи на те коронавирусы, которые циркулируют в нас, поэтому они стали такими явными кандидатами для прыжка в человеческую популяцию, да. И поэтому нету поводов думать, что это был вирус, созданный в лаборатории, потому что было известно, что такие вирусы есть в джунглях, и в какой-то момент они прыгнут в человека. Я сразу вспомнил этот анекдот, который как раз пандемия родила, что так до сих пор мы и не получили чёткий ответ на вопрос, а как же правильно готовить для еды летучих мышей? Да, так сказать. Да, примерно так, да. Ещё может быть такой вопрос на ваш взгляд. Может ли он, я не знаю, не столько может быть эпидемиологический, сколько, не знаю, и политический в том числе, вот эта пандемия, ну как вы сами чувствуете, она изменит отношение государства, власти вообще, ну к системе здравоохранения как таковой, потому что мы ещё с вами достаточно молоды, но я думаю, что вы тоже, наверное, на краем уха помнили, как закрывались одна больница, вторая, третья, там другие больницы превращались в социальные учреждения, в пансионаты и говорили, ну зачем, ну народа немного, да, помните, ходили, сейчас даже в это страшно поверить, но ведь ходили разговоры, что надо вообще как-то оптимизировать инфекционную больницу тоже, да зачем, так сказать, это всё надо, соединим, объединим, закроем и так далее. Но сейчас всё-таки эти разговоры все притихли, как-то всё-таки государство начинает пересматривать своё отношение к медицине, к медикам и так далее? Да, мне сложно сказать, я больше, но я вижу, что происходит во Всемирной Организации Здоровья, они создают большой фонд для вот именно поддержки того, что называется как бы основные способности государства справляться с болезнями, потому что если в государстве хорошее общее здравоохранение, если мы хорошо умеем лечить рак, то, скорее всего, мы и хорошо подготовлены к пандемии, да, и, то есть, там есть какое-то движение в данном направлении, а по поводу отдельных государств, Латвии в том числе, сложно сказать, я думаю, то, что мы увидели, это, что мы очень зависим от наших семейных врачей, у нас в стране очень много хороших семейных врачей, они были ключевыми фигурами вакцинации, особенно первые несколько месяцев, но у них очень много работы, они очень перегружены, и я думаю, что вот... И бумагами в том числе перегружены, и бумагами перегружены, к сожалению, их иногда превращают в бухгалтеров, я извиняюсь, да. Именно, я не представляю именно это, вот как прыгать с бюрократии на, собственно, охранение здоровья, охрану здоровья своих пациентов, мне сложно представить, и поэтому я думаю, что в этом плане будет оптимизирована работа медперсонала, я думаю, что и зарплаты повысятся, я думаю, что и мы видим в этом году впервые за много лет направление медицины стало самым популярным курсом, на который подают заявки выпускники школ, впервые медицина обошла юриспруденцию, то есть есть небольшая надежда, что у нас и восполнится это количество врачей на душу населения, которое у нас достаточно низкое, да, ну вот такой мой комментарий, а по поводу каких-то политических сдвигов я не уверен. Может быть, такой последний вопрос, не хочется, может быть, на такой печали ночи завершать, но это реальность нашей жизни, ну мы видим, что в Латвии достаточно в процентном соотношении высокая смертность от ковида или вследствие ковида или как сопутствующие заболевания, там понятно, что мы не будем сейчас все нюансы анализировать, есть ли какие-то у вас предположения, с чем это связано, там, не знаю, позднее обращение к врачу, хронические заболевания, понятно, что не вакцинация, это мы понимаем, да, недоработка, может быть, каких-то отдельных семейных врачей, вот есть какие-то предположения, почему? У нас, насколько я знаю, у нас в среднем выше количество астматиков, чем в других странах Евросоюза. Это играет роль, Да, у нас очень много людей с иммуносупрусивными заболеваниями, то есть которые сами не справляются с инфекцией, один из самых высоких уровней ВИЧ-больных, например, поэтому я полагаю, я не уверен про диабетиков, но может и диабетиков больше, чем в других странах, это группа, подтверженная смертности с коронавирусом, но с другой стороны, то есть, конечно, у нас смертность выше, чем, мне кажется, и в Литве, и в Эстонии, и в других странах, но по сравнению с миром она все равно ниже, мне кажется, у нас около 1,4%, по миру это 2,6%, но, конечно, мы можем лучше, я думаю, своевременный тест это один из залогов, поэтому чувствуете симптоматику, то идите, протестируйтесь. Как вы считаете, вот в сентябре следующего года мы будем более оптимистически настроены в отношении вот этого заболевания? Я думаю, что, к сожалению, после большого количества смертей в ближайшие месяцы все-таки что-то поменяется, потому что до сих пор есть, как я понимаю, семьи, в которых никто не вакцинирован, которых не коснулось это заболевание, я, понятное дело, никому этого не желаю, но элементарная логика подсказывает, что скоро это коснется уже почти всех семей в Латвии, и поэтому я думаю, что в сентябре уже уровень вакцинации через год будет гораздо выше. Это то, что мы видим со многими ситуациями у нас в Латвии. Например, я люблю вспоминать, как у нас вводили евро, сначала все были против, а потом у нас внезапно стал один из самых больших, высоких уровней поддержки новой валюты евро в Европе. то есть, видимо, мы очень медленно принимаем какие-то инновации, а потом внезапно начинаем их почти единогласно принимать. Но лучше, лучше раньше, чем позже. Да, тем более, что в отличие от евро речь-то идет уже о жизни. Спасибо большое, Никита Троянский у нас был в прямом эфире посредством Зума. Большое спасибо.